Вторая глава книги пророка Ионы в моем переводе и наш проект Экзегет. Итак, Ионы это антипророк. Мы выяснили пророк, который бежит от своей миссии, который не хочет проповедовать язычникам. И в результате Господь проповедует на примере его судьбы. В результате то, что Иона оказывается брошенным в море, это и есть проповедь. Но не словами, а его отрицательным примером. Во второй главе, конечно, поворотный пункт всей книги. Но Господь устроил так, что огромная рыба прогласила Иону, Иона провел внутри нее три дня и три ночи. И тогда он замолился Господу своему Богу из чрева рыбы такими словами. Ну, наверное, многие люди хотят узнать, как эта рыба может проглотить человека. Допустим, она его сожрать-то может, акула какая-нибудь, но чтобы он три дня потом у нее в желудке сидел живой и здоровый. Чем он там дышал для начала внутри рыбы? Вот, конечно, либо мы должны объяснить это тотальным каким-то чудом, совершенно необычным, либо все-таки задуматься о том, что, может быть, это некоторая аллегория, что это притча о том, что не случилось в прямом и непосредственном смысле слова. И я уже в первой главе высказывал это предположение, что Иона в каком-то смысле образ Израиля, который должен нести израильтянам весть, но не израильтянам, простите, язычникам, другим народам, но отказывается это делать. И в результате сама его судьба становится такой вестью о том, что бывает, когда Божий народ не слушается Бога, о том, что Господь именно властитель этого мира. И тогда эта рыба может быть что угодно. Это может быть плен вавилонский или ассирийское нашествие, это может быть очереда бедствий, это может быть состояние мертвости. И вот этот образ умирания и возрождения, он часто встречается в пророческих книгах. Но неважно, в любом случае мы воспринимаем этот текст как молитву, когда все пропало, как молитва о возвращении того, что кажется невозможным вернуть. «Воззвал я в беде моей Господу, и ответил он, из чрева Шеола взмолился, мой голос услышал ты». «Шеол мир мертвых» – «Преисподние» иногда переводят, но «Преисподние» – это скорее место, где карают грешников, а здесь место, куда все после смерти попадают. Из чрева Шеола, вот из этой самой бездны, которая море, которая рыба, которая мертвость, которая вообще отверженность от Бога, причем человек сам себя туда вверг, пророк Иона, бежал от Бога и потом попросил, чтобы его выкинули за борт. И все-таки он говорит Богу, «Ты вверг меня в глубину, в сердцевод, в сплетение потоков, все волны твои и волы прошли надо мной». То есть, это сделал он, и говорит Богу, «Ты это сделал». Снимает с себя ответственность? Или признает, может быть, скорее Бога, высшим источником всего, что происходит? То есть, то, что я оказался тут, вот в этой мертвости, это ведь от тебя тоже, хотя я сам попросил. То есть, вот в Ветхом Завете, ну не только в Ветхом, но и там, конечно, часто встречается вот эта двойственность человека, отвечает за свои действия, да, он принимает решения, берет на себя их последствия, не хочет иногда брать, но приходится ему, как у Ионы было. Но в то же время Бог, творец этого мира, царь этого мира, он обладает суверенной властью, и поэтому в каком-то смысле все это делает он. И вот между одним и другим, собственно, и балансирует история Ветхого Завета. «Сказал я, что изгнан теперь с глаз твоих прочь, но только бы снова взглянуть на храм святыни твоей». То есть, он бежит в Таршиш, он попадает в море, но мечтает вернуться, видимо, в Иерусалим, да, там, где храм, может быть, и не даже и не туда, но вот вернуться к тому, что он утратил, по собственной, кстати, инициативе. «К ноздрям подступила вода и бездна вокруг меня, по вид травою мой лоб, я сошел к основаниям гор, навеки сомкнула земля свои врата надо мной». Ну, я умер, я в могиле, да, причем он не просто внутри рыбы, а рыба внутри моря, он уже под землей, уже основание гор. То есть, ну, вот все слова, которые можно сказать о мире мертвых, о погребении, они здесь есть. Потом в Новом Завете, конечно, будет пророчество Ионы, которое относится к воскресению Христа на третий день, ну, потому что, наверное, именно в книге Ионы безвозвратность смерти описана наиболее полно и ярко поэтическим языком. «Но ты выводишь меня из могилы, Господи Боже мой, душа моя изнемогла, и Господа вспомнил я, достигла молитва моя храма святыни твоей». Смотрите, он молится и одновременно он слышит ответ. Но, может быть, у людей, которые действительно всерьез молились, есть этот опыт. Молитвы такой неформальной, не по обязанности, не по привычке, а вот горячие молитвы сердца, когда ответ приходит во время молитвы. Еще ничего не изменилось в окружающем мире. Оно потом может измениться. Иногда абсолютно непредсказуемым, неожиданным, но хорошим образом. Но ты получаешь ощущение, что ты услышан, что все будет. Ты не знаешь, как, но все будет. Вот это, наверное, тот самый случай, когда в молитве дается уже ответ, еще не случилось, но пришла уверенность, что нечто изменится. И молитва достигла храма святыни. И тут обещание, кто тщетно чтит пустоту, очевидные язычники, те, кто пустоту напрасно чтят, верность свою забыл, а я принесу тебе жертву словами хвалы. Какую жертву он может принести внутри рыбы? Или даже если он из нее выберется, где-то он окажется, у него ничего нет. Он абсолютно голый и, в общем-то, мертвый в данный момент. Но слова хвалы. Вот то единственное, что человек всегда может дать Богу. В любой самой страшной ситуации слова хвалы. Он начинает с просьбы, он начинает с признания того, что все очень плохо. Хвала какая-то другая и более высокая молитва, когда человек благодарит, когда человек прославляет, когда человек возвеличивает Бога как своего Творца. И вот это то, что человек может дать Богу всегда, в любой самой страшной ситуации. Я свой исполню обет спасения там, где Господь. Обет, какой обет, непонятно. Обет, конечно, да, обещание, обетование. Он, в общем-то, ничего не обещал. Ему было дано поручение, он его не выполнил. Какой уж тут обет. Наверное, исполнить свой долг можно так это понять. И спасение там, где Господь. То есть он бежал от него, он пытался найти какое-то неспасение, даже, как сказать, укрытие от этой страшной миссии, проповедовать Нинавитяну в корабле, там где-то в Таршише через море. Но везде, где есть Господь, это спасение не будет. И в Ниневии, и в Берлине в 42-м году фашистском логове, да, и в этой страшной Ниневии, которая столица ужасного сирийского государства, жестокого, завоевательного и так далее. Тогда Господь повелел рыбе изрыгнуть иону на берег. Вот так легко и просто. То есть в этой книге мир, живой и неживой, море, рыба, полностью следует воле Творца. Пророк не следует ей, да. Пророк все время пытается улизнуть. А мир, природа, живая и неживая, в равной мере покорный Богу. Вот тоже может быть некий памфлет против израильтян. Смотрите, весь мир мне покорен, говорит Господь. И только пророк из избранного народа. В общем-то, символ этого народа оказывается все время непокорным, недостойным и терпит бедствия просто потому, что он не верит сразу, что спасение там, где Господь. Стоит ему это принять, и все восстанавливается. Вторая глава пророка Иона была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok